Приветствую вас. Есть такое понятие, как истерия. Ну и истерика, да, вот как вы пишете. Истерика, истерия, истеричное поведение имеют под собой причины, имеют под собой достаточно серьезные причины, психологические причины, не медицинские. Вот. И говорит о вашей, ну, например, о вашей глубокой неудовлетворенности, о собственной значимости, о вашей нуждаемости во внимании, о требностях вас. И, соответственно, вы таким образом пытаетесь это реализовать, ну вот, удовлетворить свои потребности, таким образом. Корень проблем, на мой взгляд, здесь заключается в том, я как психолог вижу, что в 21 год вас волнует тема замужества, в 21 год вас волнует тема детей. Вот. Хотя, на самом деле, в этом возрасте волновать вас должно совсем другое. В этом возрасте вас должно волновать собственное развитие, собственный рост, вот, освоение специальности, профессии, соответственно, набор опыта, вот, и так далее. То есть, вы, очевидно, хотите быть заменем и хотите иметь детей, вот, только весь вопрос, да, вот, такой самый, самый главный вопрос заключается в том, зачем, 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 зачем вам это, для чего вам это, почему вы это хотите, и что вы хотите. Ну, через это для тебя получить, всего вам не хватает. Вот. Чего вам не хватает, чтобы вы, вот, так вот, в этом нуждаетесь, сильно. Дальше. Вы видите, что иногда случаются нервные срывы на ровном, на пустом месте. Это значит, что внутри вас, на подсознательном уровне, идут процессы какие-то, да, идёт, возможно, борьба, идёт, возможно, соответственно, какое-то подавление, да, вот, ну, подавление себя, имеется в виду подавление своих желаний с вашей стороны, вот, и, ну, а вы этого не замечаете. Вы этого не замечаете, и по факту происходит вот такая вот история, такая вот проблема, да. Вам резко становится плохо, ну, что это такое плохо, это хотелось бы показать на поводу. Лучше узнать, значит, плохо. Одиноко, вот это чувство одиночества, вы, скорее всего, себе подавляете, чувство одиночества, вы, скорее всего, чувству, точнее, одиночество, вы, скорее всего, не позволяете. Ну, скажем так, на себя влиять, да, чувство одиночества, вы, не позволяете корректировать ваше поведение и отношение к самой себе. И, по сути, да, чувством одиночества, опять же, с точки зрения, с точки зрения психологии, скроется непринятие себя. Вот. К сожалению, к сожалению, кроется вот именно это, непринятие себя. Вот. И здесь, конечно, нужно исследовать именно этот момент, да, то есть, почему, например, вы не можете себя принять, да, и почему вы себя не можете принять, что именно, что конкретно вы себе не можете принять. Вот. А это все нужно исследовать потому что одиночество, и еще раз повторяю, это непринятие себя, это детская, это дискомфорт, а, это дискомфорт наедине с собой, это дискомфорт с самим собой. Вот. А дальше, вы пишите, начинается истерика, опять же, очень важный момент, что вы подразумеваете под истерикой. То есть, как она, истерика, да, вам представляется, условно говоря, то есть, как вы ее сами, сами для себя объясняете, истерику свою. Это тоже очень важный момент, да, то есть, что вам в этот момент хочется. С утра и сет, примерно полчаса, потом резко отпускается, она вас очень хорошо и спокойно. Ну, правильно, вы свои чувства, которые у вас есть, вы их выразили, вот, ну, все свои чувства, которые вот, ну, может быть, то, что вас волнует, вы выразили, вот. И все, и все, и вам, вам нормально стало, опять же, то есть, только вот, опять же, как бы, газовая практика, да, это не всегда приводит к тем последствиям, которые, хочется, потому что, какое-то время это помогает, да, а потом, это перестает помогать. Поэтому, ну, вы сейчас молодцы, да, вам 21 год, а таких вот всплесков вам достаточно, пока что. Но не надо думать, что так будет всегда, и что вам всегда этого будет достаточно, вот. На это, уповать на это не стоит, совершенно, совершенно точно, вот. Поэтому здесь вам не становится хорошо и спокойно. Просто вы подавляете свои чувства, вот. К сожалению. Вот, к сожалению. По какой-то причине, причине. Дальше, значит, так, меня пугают такие взрывы, потому что не могу их контролировать. Ну, опять же, откуда мысли у вас о контроле возникают? То есть, почему выникают мысли о контроле у вас? Из-за чего выникают мысли о контроле? Контроле, это что такое, да, для вас? Это подавление, это управление, это, может быть, что-то еще. Вот. То есть, мне кажется, что, ну, не нужно контролировать как раз. Наоборот, нужно раскрывать это. И получается, что вы боитесь отпустить себя. Получается, что вы боитесь, эм, позволить себе чувствовать. Получается, что вы боитесь, эм, я даже не знаю. Вы боитесь чувствовать, получается. Вы боитесь хотеть, получается. Вот. Я, конечно, надеюсь, да, что это не так, очень, надеюсь, что это не так, но пока что мне видится ситуация именно в таком причине, чтобы это вытклонно себя подобрать. У этого есть причины, конечно, безусловно, и раскрыть эти причины может помочь вам психолог, как и определить источники того, откуда вы вообще это всё взяли. Вот. Нет, это не нормально, потому что истерика о том, что вы не удовлетворены к врачу обратиться. Врачи с истериками не работают, а работают, врач работает с, например, истериями. Вот. Но это такое уже серьёзное достаточно заболевание, серьёзное отклонение в психике. Вот. У вас ничего такого нет, и, соответственно, я не думаю, что, э-э-э, я не думаю, что, э-э-э, как бы вам нужен врач в этом смысле. Вот. А вам лучше обратиться всё-таки именно к психологу, вот, ну, что-то к врачу, как сказал мой коллега, да, вот, к неврологу. Впервые обратиться. А потом нужно будет обратиться всё-таки к психологу, потому что истерика, это, ну, то, что вас придёт, это психосоматика. Это психосоматика, психосоматическая реакция. Вот. И на ровном месте, на ровном месте, э-э, психосоматическая реакция возникнет, ну, не могла никак. Именно на ровном месте, э-э-э, никак. Потому что, э-э, должны быть основаны. По факту, э-э, по факту, э-э, получается так, что, э-э-э, ваше, э-э, тело, ваше тело, э-э, пытается вам, э-э-э, э-э, сказать, э-э-э, ну, чего вам не хватает, да, э-э-э, ваше тело пытается до вас донести, э-э-э, то, что нужно вам. Ага, вы, вы всячески, вся, всячески, э-э-э, от этого, как-то, ну, отстраняетесь, отдаляетесь, вот. Э-э-э, то есть, то есть, ну, не, ну, не позволяйте, не позволяйте вы этому, э-э-э, себя проявлять. Э-э-э, то есть, как-бы, так, так вот мне, мне, мне видится, ваша, проблема, на данный, на данный момент. Э-э-э, вот, ну, и, конечно, э-э-э, несколько подозрительно смотрится, что вы сразу к себя, к врачу записываете, да, они пытаются даже более как-то подробно раскрыть, э-э, свою проблему на психологическом уровне. врачу всегда успеет, вот, а-а-а-а, нужно ли, нужно ли, ну, вот. Так что, так вот. На этом всё. А-а-а, я надеюсь, что помог вам. А-а, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их уличку, я буду рад помочь. А-а-а, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если, а-а-а, сделаете его лучшим. А я желаю вам всего, а-а-а, самого доброго и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok